Продовольственную тематику сейчас обсудим с нашим следующим гостем Павел Кухта, исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году, член правления гуманитарного хаба Яни-1. С нами на связи Павел. Здравствуйте. Добрый день. Да, да, Павел с нами по телефону. Итак, Россия шантажирует мир голодом. При этом накануне на заседании Совета безопасности ООН по теме продовольственного кризиса Россия сама же предложила дать на экспорт 25 миллионов тонн зерна. То есть сами заблокировали порты, сами устроили кризис. И теперь сами же предлагают помощь. Как вы считаете, кто-то пойдет на такое предложение? Ну, вы знаете, стиль такой типичный российский. Очень верно это описали. Но в принципе нужно понимать, что они наши конкуренты. Ну, если говорить про бизнес, брать продажу зерна, они большой производитель зерна, и мы большой производитель зерна. То есть получается примерно следующее. Они блокируют наши порты, не дают посадить урожай. И в это время активно продвигают собственное зерно на дыберинг. То есть такая, по сути, попытка, я не знаю, рейдерским способом выдавить конкурента, что ли. Вот как это назвать. Я думаю, что в целом, ну, вряд ли кто-то когда официально будет идти на такое сотрудничество. Но до какой-то степени, к сожалению, им, наверное, это удастся. То есть какие-то страны каким-то не очень, скажем так, чистым на руку бизнесом, им удастся продать им это свое зерно в замене украинского. И даже, я боюсь, крадено украинское зерно. А как-то технически можно отследить, что зерно из Украины украдено, а не российское? Тяжело, но можно. И я думаю, что этим занимаются профильные службы. Но это, по сути, работа спецслужб. Да, отслеживать. То есть это длинная цепочка, перепродажа. Они будут пытаться это зерно. Это как сбыт краденого, по сути. На самом деле, ничем это принципиально не отличается. Просто обычно это там ворованная машина из гаража. Это тут целое государство, на беремом рамке сбывают полмиллиона тонн зерна. Но принцип один и тот же, это, по сути, сбыт краденого, когда перепродажа его через третьи руки. Но в то же время Россия заявляет, что готова ослабить давление на порты, готова даже поспособствовать открытию портов, и чтобы Украина могла реализовывать свой экспортный потенциал. Но взамен просят снять или пересмотреть санкции против России. Как вы считаете, это будут рассматриваться? Они занимаются шантажом откровенных. То есть, по сути, они пытаются разными способами, через энергетику, через протопольствие, поставить мир в зависимости от себя и добиться для себя каких-то послаблений. Чтобы Украина могла воспользоваться портами, достаточно, чтобы российские корабли просто перестали обстреливать. Даже не украинские, а гражданские суда третьих государств. Я напомню, блокада состоит не только и даже не столько в каких-то атаках на украинские порты, тем более, что после потопления ряда их кораблей они уже никаких атак никуда не делали. Просто сколько в том, что они в начале войны несколько раз обстреляли мирные гражданские суда вообще третьих стран, не имевших ни Украине, ни Красиви, никакого отношения. Просто постреляли по гражданским кораблям, которые шли в наши порты. И после этого, естественно, судовладельцы и компании морские, они боятся, в принципе, сходить даже в Черное море. Появляются, если честно. Вот из-за вот этой гуд поведения. То есть тут хотя бы, чтобы они... Даже уж не говорим о снятии блокады портов. Хотя бы просто, чтобы они не стреляли по третьим судам и четко это от коммуниции работали. И тогда, в принципе, вопрос бы с ним с собой начал решаться. Потому что до портов мы довезти вполне можем. У нас есть туда подвоз, там наша территория, железная дорога работает, автомобильные дороги есть. То есть, в принципе, даже так вопрос может быть решен. Ну, знаете, давайте посмотрим. Я надеюсь, что все-таки страны никакие не будут этим заниматься. Ну, разве что это, может быть, какая-то страна изгой, там, типа Северной Кореи. Сирия, например. Ну, Сирия, да, вот, вассал Российской Федерации, зависимая от них во всех отношениях. Ну, то есть тут как-то сложно даже назвать, что вот эта страна покупает. Ну, что нормальное государство в такой ситуации, в принципе, не должно участвовать. Может, Венесуэла. Вот какие-то такие страны, которые являются изгоями и в то же время сильно зависят от Российской Федерации. Они, другое дело, что могут попытаться сделать следующее. Они могут попытаться перепродать через цепочку липовых компаний в частный сектор, да, каким-то трейдерам, чтобы оно как-то там через третьи руки им досталось и, по сути, вот туда спать зерну. Слушайте, я бы, наверное, отслеживаю. Вот, мне кажется, это наиболее вероятный вариант, потому что государству взять явно украденное зерно и потом за это отвечать, ну, довольно странно. Павел, хочется еще обсудить с вами следующую тему. Вот в России и Беларуси прекращает работу известная компания «Санта-Бремор». И все из-за того, что Беларусь перестала получать рыбу из Норвегии. Также полностью уходит с российского рынка и крупнейшая в мире фармкомпания «Бристол-Майер-Сквип». Препараты, напомню, что там применяли для лечения ВИЧ-СПИД, онкологии, тромбозов, сахарного диабета, гепатита. И импортировали эти товары в Россию еще с начала 70-х годов. Вот это ведь будут страшные последствия иметь для граждан России. Ну, вы знаете, тут как-то сложно уже. Они уже столько перетерпели выпадение из нормальной цивилизованной жизни, по сути своей. И при этом как-то какой-то внятной реакции, пока на это нету изнутри самого российского общества. Такое ощущение, что им нормально так. Может, они действительно уже как-то общество настолько деградировало, что они готовы долго мириться с тем, что жить они будут наполовину в каменном лиге. Но это не про мириться, а они начнут умирать из-за отсутствия этих медикаментов. Вот и все. Ну, вы знаете, я думаю, что они будут заразить медикаменты, так или иначе. То есть это не будет дистрибьюторы компании, это будет что-то закупаться через третьи руки, будет хуже качество, будут какие-то китайские компании. То есть что-то там будет, уровень жизни там, безусловно, будет падать вследствие санкций. С другой стороны, давайте также честно отдавать себе отчет, что есть же Россия, которая Москва и Петербург, которую мы почему-то считаем всей Россией. Да, есть абсолютное большинство жителей России, из которых набираются вот те солдаты, которые к нам пришли и воровали унитазы, потому что никогда их не видели. То есть там, в общем-то, социальная база путинского режима, она и так живет недалеко от каменного века, по сути. И факт, что она эти лекарства когда-либо видит. Давайте честно, у нас и в Украине та, которая оказалась все-таки более успешная и зажиточная, чем Россия. Да, у нас тут есть села, в которых современных лекарств не видели. А у них-то и подавно. Представьте себе жизнь какого-нибудь села в России, деревне, где-то в сибирской мубинке. Вы думаете, там видели лекарства американского производства? Я сомневаюсь. Поэтому, к сожалению, это все бьет по ним, но не факт, что это приведет к каким-то таким последствиям, которые кардинально определяют их политику. Увы. Ну, все это бомба замедленного действия, которая рано или поздно разорвется. Спасибо. Спасибо. С нами на связи был Павел Кухта, член правления гуманитарного хаба «Я не один».